Такую красоту. К 8 марта магазин украсил. Посмотрите, какой стенд с цветочной рассадой. Гиацин свежий. Друзья, всем огромный привет! Мы с вами находимся в магазине Светофор, город Шадринск, улица Автомобилистов, 22. Живые цветы, луковичные. Какая прелесть, какие сочные. Нарцисс свежий, декоративный, горшечный, 187,50. Так, а это у нас гиацинт. Свежий, декоративный, горшечный, 68,50. Какой отличный подарок 8 марта. Слушай, вообще чудо. И так недорого. Голубой, наверное, цвет. Голубой горшочек. Не видно, какой цвет. Не написано, да, цвет? Возможно, повторное использование. У нас за посадки октябрь, месяц упаковки. По цвету горшочков определяйте. По цвету горшочков, да? Я думала, что по цвету горшочков. Ну, наверное, наверное. Спасибо большое. Ну, маршрут построен. Конечный пункт город Шадринск. Поехали. Всем привет. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что заглянули на наш канал. С вами обзоры от Веры. Но сегодня у нас вот такое необычное видео. Мы решили поехать в санаторий. Жемчужина за Уралье. Город Шадринск. Наша путевка стоит 52 тысячи. На двоих. На 10 дней. 10 ночей. И потом будет еще кэшбэк 20%. Ну вот уже Шадринск. Поворот на Шадринск. 5 километров. Со второстепенной выходим направо на главную дорогу. Перед нами большой мост. В Шадринске я не была ни разу. Там есть хороший педагогический институт. Там училась Володина старшая сестра в свое время. Ну вот перед нами Шадринск. Трубы с дымом. Здесь снова сады. Очень много садов. Много домиков. Маленькие участки. Наверное соток по 6. Вот посмотрите какие домики. Погода такая не очень приветливая. И домики кажутся такими унылыми-унылыми. Все серые. По ценаторию жемчужина за Уралья. Вот. Стрелочку показали. Молодцы. Так. Дальше едем. Труба. Дымит. Заводская. Микрохирургия глаза. Ух ты. Вон там была. Вот вокзал. Вокзал. Симпатичный вокзал. Очень даже мне понравился. Ну вот. Развернулись. Снова к этому пивбару. Чуть-чуть не уехали ни туда. Потому что тут не было стрелки. Что едьте прямо. Он вот поворот-то вроде как бы. Ну, вроде поворот. Да. Нормально. Нам подсказали. Очень быстро. Сосновый гор хороший. Будем пить сосновый воздух. Глотками большими. О, какие сосны. Великаны. Я люблю такие сосны. Ой, какая красота. Я сама по гороскопу сосна. И мне и вид сосен, и запах сосен очень близок и дорог. Кто еще из вас, дорогие мои зрители, по гороскопу сосна? Напишите, пожалуйста. Хотела, знаете, друзья, обсудить с вами вот такую тему. Как приобрести бесплатную путевку пенсионеру? Я не знаю, как в ваших городах. В нашем городе такого нет. Чтобы бесплатно приобрести путевку, да еще на море. Что у нас есть в нашем городе? Есть профилакторий, куда пенсионер имеет право посетить. Один раз называется в три года. Но когда в три года ты один раз посетил, то потом новое заявление ты можешь подать только когда прошло вот эти три года после твоего предпоследнего посещения. Проходит три года, ты пишешь новое заявление, и тебе говорят, вставайте на очередь и ждите. И ты будешь еще ждать полгода, может быть, даже больше, восемь месяцев. То есть, получается, имеем право посетить профилакторий всего примерно в четыре года один раз. Что такое наш профилакторий? Это те же десять дней. Лечения там практически никакого нет. Ну, небольшие какие-то физпроцедуры. Боже, мчужно забургали. Ура! Ну вот, настроение уже улучшается. Надеемся, без приключений подъедем. Скоро уже. Пока мне все нравится. Не знаю, что нас ждет в санатории. Будем надеяться на хорошее. Ну, все. Столбы пошли, смотри, электрические. Цивилизация городская. Частичка. И снег, посмотри, какой беленький по краям дороги. Красота. Автостоянку будем искать. А вот, может быть, она и есть, да. Ой, снег какой белый, чистейший. Так, стояночка, стояночка. Березки. Так, едем, едем, едем. Это, наверное, проходная. Скажут, стой, кто идет. Куда? Ну, точно, жемчужина. Наша жемчужина. Приехали. Вот это проходная. Привет, Володь. Ну вот, приехали. Привет. С приездом. С приездом. Так. Хорошего тебе отдыха. И тебе хорошего отдыха. Спасибо. Так. Вот, вижу здесь бассейн. Вот это темные стекла, это бассейн. Вход в жемчужин за Урали. Вот будет первое высокое здание. Корпус С должен быть. Так, и справа еще какой-то корпус полукругом. Потом разберемся. Вот, рябинка тут. Птички, наверное, клюют, прилетают, щебечут. Вон жемчужинка, видишь? Он находится в раковине. Ну как, Володь, первое впечатление? Мне понравилось, так скажем, приветливое такое, светлое. Это все жемчужина за Урали. А жемчужина Урала, помнишь? Такой-такой-кой-то монстр. Такого серо-красного кирпича. Такого тяжелого. Цвет был слишком насыщенный. А фойе какое было? Темный гранит. Да. Какой-то склип. Да, если сравнить жемчужину Урала и жемчужину за Урали, пока нам нравится больше жемчужина за Урали. Внешним вот этим видом, когда мы подходим впервые к нему. А вот смотри, какие красивые голубые ели. Даже голубые, серебристые. Очень красиво. Мне понравилось. Мне пока все нравится. Теплый переход из здания. На втором этаже. Да. Переходы здесь везде. Вот здесь три корпуса А, Б, С. И везде теплые переходы. Да. Ага. Ой, какой снег. Белейший, белейший чистоты. Вечером фонарики вот этот будут, наверное, гореть красиво. Дорожка почищенная, широкая. Нормально. Пока все нравится. Лишь бы еще номер не разочаровал нас. Висят гирлянды. Красиво. Мне понравился цвет. Светлый с розовым. И вот эти здания перекликаются по цвету. Тоже розовые. Вот она, серебристая ель. Красота. А воздух уже. Слышно, какой замечательный воздух. Ну что, заходим. Заходим. Коврик постелили, чтобы не поскользнуться. Так, хорошо. Не забудьте надеть маску. Наденем. Наденем. Заходим, ребята. Ура. Перед нами сразу ресепшн. Здравствуйте. Здравствуйте. Термометрию вы проводите. А вон там. Спасибо. Спасибо. Так. На руку делают. Я вас не снимаю. Вы оденьте маску. 36,1. 36,9. 36,1. 36,1. Маску одеваю. Сейчас выключу ненадолго. Одели маски. Мы с Володей. Наш первый обед. Ещё наша карта гостя на столе. Салатик очень вкусный. Похож на салат Цезарь. Второе рагу. Котлета какая-то симпатичная. И уха из рыбы. Сами наливали на шведском столе. Зал очень симпатичный. Бирюзовый. Пока мы всем довольны. Всем приятного аппетита. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»